здравствуйте друзья сегодня у нас на обзоре нож от компании CRTT собственно коробочку вы и так видите на экране вот такая черная коробка сам нож называется CRTT Folding Hisatsu многие из вас знают такой нож от компании CRTT Hisatsu большой такой фиксит монструозный я бы сказал который ну как бы так по культурне выразиться наширяет что угодно а этот вариант складной да очень интересно что получилось давайте смотреть вот такая черная коробочка написано дословно можно перевести для тех кто служит и для профессионального использования но мы это с вами тоже не любители поэтому давайте заценим на торце вот такой вот стикер каталожный номер 2903 Folding Hisatsu и сделан нож в Тайване внутри полиэтиленчик как всегда свойственно для компании CRTT каталоги где они расписывают все что у них есть в этом в предыдущих годах да вот целых три у нас тут даже лежит и вот такой вот нож у нас в коробке лежит сразу давайте к рукояти материал рукояти ZIT или вот такая вот фактура да вы видите как в мелкую какую-то крапочку на ощупь это кстати приятно сама рукоять у нас держится на двух винтах плюс осевой причем осевой винт у нас видите под торкс и очень такой аккуратно сделанный вообще рукоять достаточно стильная надо сказать но не лишена брутальности да и вообще весь нож очень такой тактический милитари брутальный клипса двухсторонняя как мы видим держится на одном мощном-мощном винте сейчас перевернем вот такая вот клипса смотрите ну и так как нож позиционируется как тактический милитари нож что она должна быть максимально жесткой возможно даже где-то в ущерб комфортности да вот она такая и есть вот так вот прилегает очень очень плотная не особо податливая то есть клипса такая же тактическая как и нож спейсер у нас пластиковый также черного цвета выполнен закрывает приличную такую часть рукояти а вот этот вот штифт назовем его так длинный это не что иное как ну назовем так досылатель клинка потому что нож полуавтоматический вот здесь у нас такой отвертлюшок это всем известная система autologs от компании сертики то есть чтобы нам закрыть нож и не только надо лайнер наш отжать и закрывать клинок но сперва мы делаем вот так а потом уже лайнер то есть двойная такая страховочка замка ну в принципе неплохая такая штука в моем экземпляре клин строго по центру вот такой вот здесь шпенечек есть тоже на торксе все предельно аккуратно сделано небольшие рифления чтобы нам открывать ну и давайте собственно откроем посмотрим что к чему но перед тем как открыть и вот такой момент смотрите у нас есть такое комбо с одной стороны мы видим бронза с другой фторопласт но механика скажу вам заранее бомбезная будем открывать собственно для этого нам нужно всего лишь подтолкнуть шпенек остальное система сделать сама и это будет супер молниеносно давайте и вот перед нами собственно открытый сертики фолдинг hisatsu что за слово такой hisatsu кому интересно состоит из двух слов hits у да это непременно или обязательно и второе слово это сацию убивать то есть непременно убивать как вам такое название очень даже брутально ну этому ножу очень даже и подходит забыл вам сказать что также у нас в рукояти есть вот такая вот под пальцевая выемка небольшая выборка и удержание удержание надо сказать очень удобная за счет нее да и в принципе все грани у нас скруглены лайнеры стальные а оболочка назовем ее так у нас изителя в комплексе дает нам очень уверенно и удержание нож сам по себе такой монолитный цельный то есть к рукояти лично у меня лично у меня претензий вообще нет очень добротно давайте теперь клинку покрытие клинка такое черное на лицевой стороне мы видим логотип си аркете прорифление я уже говорил они кстати очень в тему при открывании это опять таки повторюсь очень очень даже помогает вот так вот длина клинка здесь аж целых 97 миллиметров то есть не маленький клин форм-фактор модифицированный там то по толщине здесь твердая четверка производитель и дизайнер ножа это джеймс вильямс такой дизайнер позиционирует данный нож как милитари тактический чуть ли не для спецоперации нож ну как же иначе то есть он должен быть максимально надежным максимально тактическим и не должен подвести вас никогда очень интересный гринд спуски половинчатые да можно так сказать что от половины если здесь чистые клиновидные спуски здесь ну может быть какой-то налет ли вогнутости есть ну как по мне все равно ближе к клину все очень так монолитно смотрится очень агрессивные фальши при этом нож 4 миллиметра в толщину стали на клинке здесь у нас house 8 что для компании серкики достаточно привычное дело но это и неплохо для такого ножа мне кажется более твердые вариации были бы наверное излишне твердость клинка примерно 58 единиц по рокову на обратной стороне мы видим вот такие вот два иероглифа и цу и садцу на надпись и садцу фолдер посмотрев вот под таким ракурсом мы видим что пяточка не самая аккуратная а что касается подводов то в общем и целом но ситуация достаточно неплохая но может быть там маленькое разночтение есть но это по сути ерунда сведение у ножа достаточно толстенькая примерно 075 или на около где-то 08 то есть а в кончику вообще миллиметр чистый есть а то и потолще ну и надо думать это оправданно нож создан не как какой-то тонкий нарезчик колбаски это все-таки нож для чего-то такого пробиваемого грубых работ то есть здесь уже миндальничать нам не нужно здесь нужен максимальный эффект максимальная прочность как и реализовано здесь замок здесь лайнер лук смотрите как он приходит в самое начало пяты клинка люфты вообще отсутствуют просто ими не пахнет вообще ни разу механика потрясающая выпуливает просто феноменально так вот начнем чего-нибудь резать и давайте посмотрим какая заточка из коробки напоминаю что сталил с 8 сведения ну скажем так 08 миллиметров в самом тонком месте я нашел то есть мы видим с вами что достаточно ножичек то у нас режет вот вы видите сами бумагу подминает я бы сказал что вот под если мы берем вырезаемся под более тупым углом тогда он заходит а под острым вот он не настругивает конечно у нас бумага то есть не является максимально агрессивным ножом но надо думать такое сведение не всегда идет на пользу а вот кончик смотрите позлее чуть-чуть но в общем такая штука у нас происходит на бумаге давайте к паракорду погнали резать будем вот этой части потому что резать вот это и вообще не удобно на столе дам понимаете сами у нас тут огромный упор вот так вот это выглядит понимаете да рабочая часть будет вот исключительно здесь ну погнали я бы не сказал что есть какие-то проблемы режет и режет очень даже не дурно далее показательный тест по чепраку чепрак очень твердые 4 миллиметра и принципе не очень широкий с достаточно узкими спусками и толстым сведением и далеко не самой злой сталью посмотрим что получится по факту ничего не получится друзья смотри что происходит ну вот так то есть это точно не его это точно не его чепрак он даже не заходит но я прекрасно понимаю почему очень толстый при этом максимально надежный и у него цель не такая можно переточить под более острый угол я уверен нарепяжить его так что будет конечно он брить только в путь тогда возможно и по чепраку у нас результаты улучшится опять-таки надо сказать что тогда и увеличится ширина подвода ну как говорится в стоке мы имеем то что имеем кто знает а вдруг вас с таким ножом судьба занесет в лес и необходимо будет построгать что тогда делать делать нечего надо будет строгать давайте посмотрим что из этого получится вот 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 все что из этого получится друзей вот так вот вот такая вот не самая лучшая щепа прямо скажем у нас получается ну давайте резюмировать нож от компании серверки и фолдинг и сацию получился очень эффектным и я думаю что для своих задач он достаточно эффективный то есть он тактические до мозга костей если можно так говорить я больше чем уверен что при такой очень удобной рукояти и надежней шей конструкции то есть никаких люфтов он просто кажется нереально монолитным и таким фикситом я уверен он будет делать то для чего он предназначен а именно это проникающие удары порезать что-то мягкое безусловно он порежет даже несмотря на свою толщину но конечно же он не предназначен для таких утилитарных задач как построгать деревяшку какую-то нарезать продукты возможно ну он и нарежет но едва ли это будет удобно во-первых еще шпенек да у нас будет мешаться во-вторых черное покрытие как вы знаете не всегда он удобно для нарезки тех же продуктов на него все будет липнуть его будет не очень круто мыть но для задач самых таких простых там что-то отрезать что-то подрезать вскрыть упаковку конечно вообще вне всяких проблем справиться но опять-таки повторюсь задуман и придуман и сконструирован он явно не для этого все-таки какие-то милитари задачи да это его говоря стоимости можно сказать что нож стоит примерно 6000 рублей на сегодняшний день плюс-минус можно где-то найти подешевле где-то бывает дороже но вот такая цена стоит ли он этих денег на мой взгляд безусловно стоит потому что лично у меня сложилось об этом ноже впечатление положительными да он не показал каких-то резательных результатов но так как это его не принципиальная целевая задача то как изделие в целом нож получился классным то есть свои задачи свои функции он выполняет он будет легко с такой толщиной все пробивать все что от него нужно что-то нам порежет он максимально надежен в рукояти и это на мой взгляд то что нужно от этого ножа плюс механизм открывания механика и ощущения которые испытываешь когда вот он так выстреливает но они дорогого стоят и поэтому нож имеет офигенный дизайн на мой взгляд и был бы классным экспонатом в коллекции давайте еще взвесим его посмотрим сколько потянет в граммах ну вот так вот 177 грамм по сути 180 другого результата я не ожидал нож достаточно мощный и тяжеленький но от этого не менее классный поэтому серки тихий сацию folder я бы рекомендовал приобретению очень классный ножичек за свои деньги я считаю очень даже неплохой но с вами был михаил всем спасибо за просмотр надеюсь вам было интересно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и до новых встреч пока